Казбекби не внес никакого вклада в развитие казахского общества, кроме того, что участвовал в переговорах с калмыкским ханом. Ученые, предлагающие издать научные пособия, о его трудах безграмотны. Такое заявление сделал руководитель отдела управления культуры, архивов и документации области Кады Рашкеев. Его слова вызвали огромный общественный резонанс. Наши ученые предлагают выпустить двухтомник материалов о Казбекби. Как? Ведь у него нет заслуг, кроме того, что выступил перед калмыками, перед их ханом. Это нужно признать. Наши ученые безграмотные. Сотрудник управления культуры во всеуслышание отрицает заслуги Каздаусты Казбекби. Его слова о ничтожности заслуг Бия записаны на видео и выложены в социальных сетях. Данное видео вызвало широкий общественный резонанс. Блогеры, ученые и историки возмущены подобными словами и требуют уволить смельчака. Однако сам спикер виновным себя не считает. С его слов этот кусок видео не отражает полной картины, а его слова вырваны из контекста. Каждому народ не накинешь платок. Поэтому, ну что объяснять, вырвали из контекста именно эти фразы. Сразу скинули в интернет. Хотя можно было бы дослушать до конца, если непонятно спросить у меня напрямую. Я от своих слов не отказываюсь. Для публикации двухтомника трудов Казбекби у нас сейчас нет материалов. Известный блогер Айсултан Жакыпов, как и многие другие, не согласен с умозаключениями Кадыра Ашкеева. Он приводит массу примеров из истории, когда слова Казбекби цитировали великие деятели страны. Блогер предлагает господину Кадыру извиниться за свои слова. 21 апреля у нас состоялась научно-практическая конференция. Там выступали профессоры, ученые с докладами о жизни и трудовой деятельности Казбекби. Получается, что все они безграмотные, а господин Кадыр у нас умный. Или он хочет поспорить с великим Бухаржирау, самим Казбекбием. За слова нужно отвечать. Берик Рахимов – один из профессоров, который участвовал в создании энциклопедии Казбекби. Со слов доктора филологических наук, факты о богатом наследии Казбекби есть в исторических записях не только казахского народа, но и в Китае, России и даже Японии. Заявлять, что заслуг Казбекби, кроме переговоров с калмыкским патшой, нет, это кощунство. Казбекби трижды был перед калмыками. И об этом есть легенды. Он был послом, налаживал двусторонние связи. Об этом написано в трудах историка Зейнулы Сарип. Он был также судьей среди народа, умел рассудить справедливо и честно. Также, по словам профессора, необходимо провести огромную работу по сортировке всех исторических фактов и свидетельств трудов Казбекби. Ведь в некоторых научных трудах его заслуги описаны не совсем точно. Если собрать все воедино, можно действительно выпустить двухтомный сборник. А пока научное пособие не издано, подобных кривотолков не избежать, заявляют ученые. Напомним, в этом году Казахстан празднует 350-летие со дня рождения Казбекби. А Ямамжина Исламбегуспан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.